You are my joy, You are my song, You are the well, the one I'm drawing from. Доброе утро всем, дорогие братья и сестры! Сегодня хочу с вами поговорить о знаменитой притче, которую рассказывал Иисус. Это притча о талантах. Эту притчу Он рассказал в наставлении своим ученикам, своим последователям. Для того, чтобы они, ожидая Его возвращения, трудились. И это действительно, об этом надо было напоминать. Эта притча была записана под водительством Святого Духа в книге Матфея. Для того, чтобы напоминать нам и апостолам время от времени, что мы все должны трудиться. Книга Матфея была написана приблизительно через 30 лет после установления церкви. К тому времени уже, вероятно, подросло второе поколение крестьян. Но, возможно, первоначальное рвение церкви в служении Богу немного, скажем так, ослабло. И церкви перешли более, так сказать, в комфортный режим для себя. Поэтому притча о талантах. Притча начинается с того, что хозяин поручил очень рискованное дело своим рабам. Это дело связано с большим риском. Но, я думаю, что все мы знаем о том, что человек, большинство людей, неохотно идут на риск своей жизни. Они, наоборот, максимально пытаются, так сказать, вычеркнуть риски своей повседневной жизни. Стараются приложить все усилия, чтобы все у них в жизни было ровно, стабильно и размеренно. И вот хозяин, собираясь в дальнюю дорогу, господин призывает трех рабов. Одному он дает пять талантов, второму два и третьему один. И, читая эту историю, мы видим, что получивший пять талантов, сразу же идет, применяет их в дело и приобретает еще пять в итоге. Тот, который получил два таланта, также идет, применяет их в дело и получает еще два таланта. Но тот, кто получает один, дождавшись, когда хозяин уйдет, он сразу идет и зарывает его в землю. Так тогда поступали многие, потому что банков тогда не было, сейфов тоже. Поэтому люди просто зарывали свои сокровища, богатства для того, чтобы их не обворовали. И вот, что мы видим. Когда возвращается хозяин, он призывает, чтобы рабы дали отчет, как они распорядились с его имуществом. Дает отчет первых два раба, которые принесли господину своему навар, он дает им похвалу. Но что происходит, когда приходит третий раб, который закопал свой талант в землю? Когда его господин спрашивает у него, ну что у тебя, как все сложилось? Он начинает, что говорит, давайте прочитаем. 25 глава книги Матфея. 24 стих. Он сразу говорит, я знал, что ты человек жестокий, знаешь, где не сел и собираешь, где не рассыпал. То есть, по сути, что он делает? Он сразу же делает виновным этого же господина в том, что он ничего не предпринял. Незнакомая ли ситуация? Вспомните историю с Адамом в Бытие 3 главе, когда они с Евой согрешили. Что он Богу сказал? Жена, которую ты мне дал. То есть, по сути, он еще пытался сделать Бога виноватым. Что это ты же мне дал жену? Я-то здесь причем. Так же поступает и этот раб. Он сразу же делает виноватым своего господина. И это действительно характерно для человека. Каждый пытается обвинить кого-то. У кого-то виновные родители, у кого-то окружение, у кого-то сотрудники, друзья и тому подобное. Но только не он. Он самый святой и самый чистый. Человек всегда пытается обвинить кого-то в своих неудачах. О чем говорит эта притча? Когда мы приходим в этот мир, Господь дает каждому таланты. Дает каждому дарование. Но самый основной и самый главный дар – Господь дает нам жизнь. И за это мы уже должны быть Ему благодарны. Так же Он прилагает к нашей жизни и определенные таланты. У каждого они разные. Каждому Он, как и написано здесь в пище, дает по силе. Кому-то больше, кому-то меньше. Но никто, как писал Нил Лайфуд, никто, испокоив Господина, не выходит с пустыми карманами. Все мы от Бога приходим с чем-то, со своими дарованиями. Поэтому человек, который говорит, что у него нет талантов, он просто дерзит по отношению к Богу. Так вот, Господь каждому из нас дает таланты. Всем разные. Не важно, какие таланты мы получили. Важно то, как свои таланты мы применяем в жизни. Как свои таланты мы применяем в служении к Богу. Именно этого Он от нас и ждет. Чтобы мы, как и эти два первых раба, которые пошли и сразу употребили эти таланты, сделали. Чтобы мы также свои таланты применяли во благо Божьего Царства и во благо служения к Богу. Чтобы мы ни в коем случае не поступали, как тот третий раб, который просто-напросто его зарыл. В одном из своих уроков Дэвид Ропер написал о том, там он освещал тему, как три способа потерять свою душу. И вот в конце урока он подытожил, что самый легкий способ потерять свою душу, это ничего не делать. И вот как раз в этой притче мы очень ясно можем это увидеть на примере третьего раба. Что он делал, пока двое его остальных коллег работали? Что делал третий раб? Ничего. Он просто ждал возвращения своего хозяина, чтобы отдать ему тот зарытый талант. Поэтому очень важно работать и трудиться. Многие думают, что когда они пришли в церковь, когда они приняли крещение, что все, теперь можно расслабиться и ничего не делать, а просто ждать встречи с нашим Творцом. Но это совершенно не так. И эта притча нам показывает, что Бог ожидает от каждого из нас, что мы будем трудиться. Потому что в итоге, если мы не будем этого делать, нас ожидает печальный конец, такой, как ожидал этого третьего раба. Что с ним произошло? Он попал в то место, где плач и скрежет зубов. Заметьте, что господин дал похвалу первым двум рабам. Когда они дали отчет о том, что они заработали сверх того, что он им отдал, он сказал им, добрый и верный раб. Хотя они его рабы. Он мог вообще ничего им не говорить. Он мог их даже не хвалить. Просто взять и все. Но он оказал им честь и он похвалил их. Назвал он как их? Добрый и верный раб. Он не назвал их умный и успешный раб. Потому что я не хочу никого обидеть. Но не все, в силу разных обстоятельств, могут быть очень умными. Не все могут быть успешными в жизни. В том понятии, в каком представляет это мир. Как мир представляет успешность. Это вилла где-то там в Испании. Успешный бизнес, дорогая машина. Нет, не все могут быть. Но все могут быть добрыми и верными. Абсолютно все. Важно только к этому идти. Важно для этого стараться. Поэтому я желаю всем никогда не останавливаться. А всегда применять свои таланты в жизнь. У каждого они разные. Кто-то умеет хорошо петь, кто-то хорошо говорить. Кто-то хорошо может работать руками. Кто-то очень хорошо работает головой. У всех они разные. Но важно не то, какие у нас таланты. А важно то, что мы с ними делаем. Как мы их применяем в своей жизни. Потому что наша работа, применяя таланты, трудясь на Божьей Ниве, они всегда несут в себе риск. Риск потерпеть неудачу, попасть под критику, либо еще что-то. Но это никогда не должно нас останавливать. Потому что вы знаете, что сатана он не дремлет. Он всячески пытается каждого из нас сбить с дороги. Поэтому я желаю всем всегда идти в одну ногу с Богом. Идти по его следам. И всегда не зарывать свои таланты, как этот раб. Чтобы не уйти в погибель. А трудиться, ожидая нашего Господа Христа. Трудиться на его Ниве для того, чтобы славилось его имя. Для того, чтобы росло его царство. И для того, чтобы в конце нашей земной жизни, которая очень коротка, как пар, являющийся на малое время. Чтобы в конце нашей жизни мы, как и эти два раба, получили похвалу в свой адрес. Хорошо, добрый и верный раб. Войди в покой Господина Своего. А не наоборот. Когда он скажет, иди отсюда. Никогда не знал тебя. Поэтому желаю всем сил, успеха и благословений. Спасибо.